Как чайковский текстиль продолжает всех удивлять. Репортаж с производства. Производство как чайковский текстиль продолжает всех удивлять. Репортаж с производства. И это уже совсем не сказка. Российская промышленность наступает по всем фронтам. Сейчас весь мир внимательно наблюдает за успехами наших атомщиков и первый в мире потес, как эстафету подхватывает легкая промышленность. Крупнейший в России производитель тканей для спецодежды и униформы военнослужащих чайковский текстиль так разогнался со своей модернизацией, начатой еще в 2012 году, что все успокоиться не может. Уже в третий раз к ним приезжаю, а они все краше и краше. В этот раз они мне презентовали свое новое красильноотделочное производство, которое официально запустили 2 сентября 2019 года. Много фото подкатом. Предприятие было основано в 1962 году, и сегодня это уже целая группа компаний. На данный момент в эту структуру входят, собственно, комбинат полного цикла по производству тканей мощностью 60 миллионов. КВ. Метров в городе Чайковский Пермского края, здесь же находится и их швейная фабрика. Производственная площадка занимает площадь в 52. Плюс два сервисно-логистических центра и филиальная сеть в 12 городах России и странах СНГ. Общая численность сотрудников компаний превышает 1,6 тысяч человек. Сегодня доля компании Чайковский Текстиль на рынке тканей для спецодежды и униформы составляет 26%. Ежегодно спецодежду из их тканей носят более 2,6 миллиона человек, а это сотрудники таких компаний, как «Газпром», «Лукойл», «РЖД», «Роснефть», «Росити», «Ростех», «Транснефть» и «ДР». Все силовые структуры тоже всеми руками за них. 2, 3. Первым делом заглянули в тот самый новый ткацкий цех, который был запущен 16 августа 2017 года, благодаря которому эффективность работы всего ткацкого участка выросла аж в пяти раз. 4, 5. В этом цеху установлено 96 высокопроизводительных станка от фирмы «Тойота». 6. А вот и тот самый новый цех «Красавец». С его запуском сложился очередной пазл их масштабной модернизации, еще раз напомню, начатой в 2012 году, в результате которой на базе существующей инфраструктуры, был создан уникальный для России производственный комплекс по выпуску современных инновационных тканей любых смесовых составов для униформы и спецодежды. 7. Между прочим, денег на эту историю совсем не жалеют, уже в общей сложности более 2 миллиардов рублей инвесторовали, и по секрету останавливаться не собираются. Сейчас мощности нового производства группы компании «Чайковский текстиль» по всей производственной вертикали составляют 27 миллионов кв метров в год. Когда я к ним приехал в первый раз в 2015 году, я реально удивился, а что, неужто и наша легкая промышленность еще жива, китайцы товарищами что ли совсем расслабились? После поездки в 2017 году я тихонько всем стал рассказывать и держать за них кулачки, а сейчас, уж тем более стесняться не буду, они большие молодцы. Благодаря модернизации производства, уже сейчас группа компании «Чайковский текстиль» смогла увеличить объемы продаж с 2011 года в 4,6 раза. 7. 8. Что конкретно было сделано на этом участке и так, после того, как был запущен новый ткацкий цех, а также два линии приготовительного оборудования в 2017 году, у предприятия появилась возможность не только количественно нарастить обороты, но и подумать о качественном рывке, ведь стало возможным производство суровых тканей из пряжи и из нити всех смесовых составов. Теперь оставалось лишь довести до ума краосильноотделочное производство, и тогда бы их тканям уж точно равных не было. Сказано, а теперь и сделано. 9. 10. 11. 2 сентября 2019 года были запущены две вот такие новые линии непрерывного крашения, а еще четыре участка периодического способа крашения, «Автоматизированная химическая станция краосильного производства» и 12 единиц другого, но так нужного нового оборудования для краосильноотделочного производства. 12. Автоматизация и тут в почете. По сути, операторам остается лишь наблюдать. Кстати, сочетание в рамках одного предприятия новейшего оборудования промышленного крашения тканей для спецодежды и униформы любого состава с автоматизацией процессов является абсолютно уникальным на российском рынке. 13. 14. 15. 16. Важно отметить, что новое краосильное производство включает в себя два принципиально отличающихся вида линий крашения, непрерывного и периодического, которые предназначены для выпуска тканей разных смесовых составов. 13. 17. 18. 19. 20. Отделы. Благодаря модернизации отделочного производства, компания получила возможность начать выпуск тканей инновационного ассортимента со специальными защитными свойствами. Например, это линейка огнезащитных тканей ФРАЛ. Ткани предназначены для огнестойкой спецодежды работников ТЭК, спецодежды сварщиков и металлургов, ткань для негорючей накладки с защитой от сырой нефти, аромидной ткани, инсектоакарицидные ткани, ткани для спецодежды и униформы, защищающие от укусов кровососущих насекомых клещей, комаров. Ткани с «пич» эффектом. Ткани со специальным эффектом легкого ворса на поверхности, обладающие особой мягкостью и драпируемостью, ИДР. 21. 22. 23. Здесь на ткань наносит необходимое покрытие, которое держится, благодаря специальному клею. 24. 25. 26. Отделочное производство компании в рамках модернизации расширило 7 новыми линиями отделки, при этом каждая линия придает ткани на заключительных этапах производства специальные свойства защиты, необходимые для спецодежды или униформы военнослужащих, улучшает потребительские параметры, придает мягкость, несминаемостью ТЭК. П. 27. 28. 29. 30. 31. Химстанция. Красильный цех. 32. 33. 34. 35. 36. Перед нами процесс скрашения ткани периодическим способом. Данный способ хорош для небольших объемов. 37. 38. 39. Участок, где создается основа для ткани. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 49. Сновальная машина. Основа на этой системе нитей, которая расположена вдоль ткани. Нити же, расположенные поперек ткани, называют сютком. 50. 51. 52. 53. Еще из новинок вот этот механизированный склад новоев. Количество валов 55, габариты 20263-3105200, вес 15 тонн. 54. 55. Этому уже практически на финише производственной цепочки. На этом участке происходит разбраковка ткани или ее окончательная проверка. 56. 57. 58. Участок упаковки. Перед нами одна из их упаковочных машин. 59. 60. 61. Швейная фабрика. Перемены есть и тут, постепенно происходит обновление оборудования. 62. 63. 64. Мы уже с вами прекрасно знаем, что их ткани не горят, вода и нефть их тоже не берет, а сидят изделия из них, словно родная кожа. И все-таки, почему бы еще раз не заглянуть в их лабораторию, где испытывают ткань, поливают, зажимают, растягивают, режут, ну далее по списку. 65. 66. Проверка на водоупорность ткани. Испытания маслом и нефтью. Например, у них в линейке есть уникальная ткань Premier Protector for 250A, которая не имеет аналогов на рынке России. Она предназначена для экстремальных условий эксплуатации для накладки на огнестройки костюм нефтяника с защитой от сырой нефти и нефтепродуктов, огня и статического электричества. Данная ткань не пропускает нефть в течение 2 часов непрерывного воздействия, а устойчивость к воде превышает 24 часа. 67. 68. 69. И ведь, правда, не гороет, с фактами не поспоришь. А ведь не только спецодежда «Прекрасен мир», подумали в свое время на чайковском текстиле, и с 2015 года стали производить ткани и для школьной формы, причем сейчас они и в этой теме лидеры. Хотя, если честно, в советское время они ткани для школьной формы тоже выпускали, но в 90-е стало не до них. Между прочим, более 650 тысяч школьников в этом году сели за парты в школьной форме из тканей предприятия. А так в планах компании довести ежегодный выпуск тканей для школьной формы в объеме более 2 миллионов. М. На данный момент весь объем рынка школьной формы оценивается в 9,1 миллиарда рублей. В год. А если в учениках, то у меня в качестве примерного ориентира есть цифра за 2018 год. Численность учащихся начальных классов, с 1 по 4 классы, 6,9 миллиона. Чел. Сейчас школьную форму в России производят более 250 предприятий. Емкость потребления основными швейными компаниям в стране костюмных тканей для школьной формы составляет 4,5 миллиона. М. 70. Зачем экспериментировать? Стоит просто запомнить ТМ-лицей. Ведь не секрет, что качество готовой одежды, как минимум на 80% зависит именно ткани, из которой она сделана. Компания Чайковский текстиль изначально установила для себя повышенные требования по качеству и это и прочность, малая сминаемость, отсутствие пеленга, то есть катышков, низкие усадки. И, конечно, модные расцветки и дизайны. А ибо зачем делать вторую попытку и возвращаться на рынок? В линейку тканей лицей входит костюм на платильные ткани и сорочечные ткани. В этом году поступила в продажу новая их ткань, созданная по запросу родителей и швейных компаний с Эластаном. Она растяжимая и обеспечивает дополнительный комфорт в движениях. Сейчас в России только они производят такую ткань. 71, 72, 73 Большое спасибо всей пресс-службе группы компании Чайковский текстиль за такое увлекательное и познавательное путешествие по вашему предприятию. Ждем с нового приглашения, ведь это сигнал, что у вас новый праздник, и пусть их будет очень много.